Итак, доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем изучать Тору. Сегодня пятая Тишрея. Пятая Тишрея — это по обычному календарю 30 сентября. Как раз мы находимся посередине между Рошашаной и Йомтипуром. И продолжаем посередине 10 дней раскаяния. Называется сейчас период Ассера Тимэйд Шува. То есть от Рошашана вынес, когда вынесен переговор, и до Йомтипура 10 дней Бог находится в состоянии царь. Царь, который судит мир. И вот сейчас как раз происходят такие удивительные в этом году происходят невероятно удивительные процессы в мире, которые просто переворачивают вообще все наше восприятие на моей жизненной ситуации. Я думал, что пандемия — это изменение, это было реальное изменение миропорядка. Но то, что сейчас происходит, это просто невероятное мы живем в... Правда, если так посмотреть, и 90-е годы — это было изменение миропорядка. Потом сейчас вот изменение миропорядка опять такого на свои глаза. Интересно наблюдать за изменением миропорядка? Интересно наблюдать. Хорошо. Значит, и так как мы знаем, что Бог управляет миром, и мы знаем, как этот миропорядок работает, как, вернее, работает высший порядок, который управляет низшим порядком, то мы в это время занимаемся тем, что... Чува. Асерати Мэйчува — «Десять дней раскаяния» и книга о Йом-Йом, которую мы изучаем, сегодня нам продолжает вот эту серию... Помните, началось все с того, что Магид из Мэжи Рича, ученик Бальшим Това, сказал своим ученикам, что нужно вернуться, сделать шву к Богу всем сердцем. И ученики его, когда спросили, а что значит вернуться к Богу всем сердцем, он сказал, что нужно понять, что Бог — творец мироздания, тот, кто все сотворил. И само это мироздание, Элоим всесильный, которое работает, казалось бы, как некий механизм, который принято называть Тева — «Природа», «Вселенная», «Вселенная», «Всесилы вместе», что по факту это все равно это Бог-творец. Бог-творец, который выразил себя в этом мироздании. И осознать это и понять, это и значит вернуться к Богу. То есть вернуться к Богу. Ученики очень взволновались, и ученик его Зуси, рэп Зуси, из-за Ниполя, он сказал, я, говорит, общую концепцию мне тяжело уловить, но я ее разложу на пять составляющих, на пять шагов. И выполняя каждый шаг, я тогда сумею достигнуть вот этого слияния, этого осознания со Всевышним. И он разложил вот это слово «чува» — «возвращение» на пять шагов, пять этапов. Первый этап — он взял отрывок из Торы, который говорит «Тамим тиейма шамил кейха» «Будь наивным, бесхитростным». «Тамим» — это вчера такое слово я использовал, я забыл, которое мы изучали. Есть слово в русском языке, которое, я вчера его говорил, такое слово я в жизни его не использовал, переводят «тамим». В общем, Авраам Авина, он был первый вот этот вот там, то есть он в глубине, в глубине своего сердца, беспорочный, беспорочный. «Тамим» перевели там «беспорочный» всегда, вчера, то есть он прямо всем сердцем «Тамим тиейма шамил кейха», «Будь беспорочным», «наивным». Вот прямо просто, вот просто вот Бог и все. Это первая буква в слове «чува» — «раскаяние». Вторая буква, сегодня мы как раз разбираем, краткое изложение, объяснение второго пути возвращения к Богу. Значит, буква «шин», вторая буква в слове «чува», она, это первая буква в отрывке, которая звучит так, «шивиси ашем ленагди тамид». Этот отрывок взят из псалмов, из псалмов царя Давида, Тейлим. И царь Давид, он говорил, «шивити ашем ленагди тамид». Всегда представляю я Бога перед собой. Теперь, вот этот Бог, там в этом отрывке, «шивиси ашем», это имя, которое записано, это четырехбуквенное имя творца мироздания, непостижимого творца, и как это представлять себя перед ним. Вот сегодня нам объясняют этот принцип, второй путь возвращения к Богу. Значит, это звучит так, что Бог, вот этот творец, он обеспечивает вот этому мирозданию, творению всесильному, ну, себе же, грубо говоря, только в проявлении всесильной, он обеспечивает себе же существование через ежесекундное возобновление мира, создание мира из ничего в мироздание. Например, вот мы привыкли жить при свете, да, солнечный свет, человек проснулся, солнце, он думает, «О, солнышко, отлично, классно там, если это лето, можно позагорать, зимой там его меньше видно, но свет дает, и растения солнцем питаются, и потом, ну, то есть солнце, это важно для нас». А как, откуда этот свет берется? Оказывается, на солнце происходит постоянная термоядерная реакция, сотни термоядерных взрывов, типа, как атомные взрывы, постоянно взрываются вот это вот солнце, и эта энергия, вот этих взрывов, доходит до нас в виде лучей, эти лучи просеиваются сквозь атмосферу, и просеянные сквозь атмосферу до состояния, что они не убивают, ну, только чуть-чуть можно обгореть, если долго посидишь на солнце, они доходят до нас. Получается, что для того, чтобы мы воспринимали солнечный свет, на солнце должна происходить постоянная термоядерная реакция, постоянные ядерные взрывы. Теперь, значит, а здесь говорится так, что Всевышний, для того, чтобы существовали миллиарды солнц, которые являются звездами, и вся эта вселенная, он ежесекундно, ежесекундно, обеспечивает существование миру и всему сотворенному, что все сотворенное было создано и поддерживается в состоянии бытия, существования, благодаря переходу из состояния ничто в состояние нечто. На таком пути возвращения к Богу человека ведет эта идея, которую он постоянно держит перед глазами, концепция существования мира и всего, того, что его наполняет. То есть, если ты понимаешь, что весь этот мир возникает ежесекундно, не твой мир, а мироздание, все мироздание возникает ежесекундно из-за того, что Бог переводит ничто, то, чего нет, в состояние энергии, откуда берется энергия? Это Бог. Бог дает существование всему миру. И когда ты эту концепцию, как царь Давид, он всегда держал эту концепцию перед глазами, да? Понятно, что Бога ты не можешь воспринять. Творца мироздания, который дает энергию всему мирозданию. Солнце – это одна из песчинок в этом мироздании. Теперь, но если ты понимаешь, что есть Бог, который сотворил все это и все это держит, ежесекундно возобновляет, вот это второй путь к чуве, да? К раскаянию, к возвращению к Богу. Первый путь – это искренне быть с Богом внутри себя, да? Это путь был Авраама. Я, честно говоря, вчерашний путь не сильно понял. Сегодняшний путь, я понимаю второй, да? То есть, когда ты держишь всегда эту концепцию внутри, перед внутренним взором, да? Она перед тобой, то все, что происходит в этом мироздании, ты видишь как проявление Всевышнего. То есть, все тогда, если ты видишь ту идею, которая находится как бы за этим всем или внутри этого всего, или все возникает из этой концепции, из этой идеи, то тогда ты постоянно привязан ко Всевышнему. То есть, это второй путь к чуве. У нас еще осталось три пути. Значит, завтра, завтрашний путь, давайте пройдем сегодня, завтрашний путь, так как в шаббат урока не будет. Значит, третья буква ВАВ. ВАВ это буква, первая буква в отрывке истории ВАВТАЛЕРЕХА КАМОХА Возлюби ближнего как себя. И третий путь к чуве, к возвращению к Богу, это возлюбить ближнего как себя. Это видеть в каждом божественное проявление и доброе, хорошее отношение к людям равно любовь ко Всевышнему, возвращение ко Всевышнему. То есть нельзя сказать я вернулся ко Всевышнему и при этом не любить людей. Нельзя сказать я вернулся ко Всевышнему и при этом не быть добрым. Да? Это невозможно. То есть это не называется вернуться ко Всевышнему. Потому что Всевышний сказал ВАВТАЛЕРЕХА КАМОХА Возлюби ближнего как себя открывает путь к любви. Любовь открывает путь ВАВТАЭТАШЕМЛКЕХА Возлюби Бога Всесильного твоего. И нельзя любить Бога и не любить ближнего. Понятно, да, идея? Если ты любишь ближнего, тебе легко любить Бога. То есть третий путь к раскаянию, это в авторе Раха Камоха, возлюби ближнего как себя. Это путь непростой, и поэтому Елель, мудрец Елель, его нам очень чуть-чуть его, как бы, как сказать, переформатировал. Переформатировал и сказал нам, что то, что ненавист на тебе, не делай ближнему, тогда ты не ошибешься. Потому что возлюби ближнего как себя, тут много ошибок. То, что ты любишь, ты пытаешься навязать Всевышнему и даешь ему то, что ему не нужно вообще. То есть ты хочешь ему дать то, что ему не нужно вообще, и тебе кажется, что ты его этим любишь. И на этом пути очень много можно наломать дров. Но если ты хочешь этот путь действительно научиться его выполнять, то ты берешь и говоришь, я не буду делать другому то, что не хотел бы, чтобы делали мне. И ты просто не делаешь другому то, что не хотел бы, чтобы делали тебе. И это путь, в котором ты, да, может быть, ты не выполнишь каких-то вещей, но ты точно не нарушишь. Потому что когда ты делаешь другому то, что ты любишь, ты в 99% случаях ты нарушишь. Ты нарушишь, и ты дашь ему не то, что ему нужно, а он может на это еще и обидеться. И ты хотел сделать, возлюбил ближнего как себя, а получилось, что, знаете, как вот пьяный человек, который начинает обнимать супружеские пары на улице. Он как бы их любит как себя, он хотел бы, чтобы его сейчас кто-то обнял. Но получается драка, скандал и конфликт. Другой, например, да, возлюби ближнего как себя. Один там последователь Вим Хоффа, он реально любит холодную воду обливаться, прям реально, он понимает, что это классно, это жизнь. И он начинает обливать других людей холодной водой. То есть, понятно, на этом пути ошибки неминуемые. А вот не делая другому то, что ненавист на тебе, значит, вот этот вот любитель холодной воды, он не любит, например, чтобы ему навязывали какие-то идеи о том, что это вредно. Значит, он не навязывает другому свою идею о холодной воде. Вот этот пьяный, который хочет любви, но он не любит, чтобы к нему кто-то приставал и говорил ему, что он должен сейчас делать. Так он не будет это делать тогда другим людям. То есть, на этом пути у тебя не может быть ошибки, если ты выполняешь заповедь возлюби ближнего как себя через призму совета Елеля, да, не делая другому то, что ненавист на тебе. И ты выходишь на ситуацию, что тот, кого любят люди, того любит Бог. То есть, если ты никого не обижаешь, если ты никому не приносишь неприятных эмоций, то люди, соответственно, тебя любят. И раз люди тебя любят, значит, тебя любит Бог. Это третий путь возвращения ко Всевышнему. Не навязывать другим и не делать другим того, что ненавист на тебе. То есть, никак не ущемлять свободу другого быть собой. То есть, не залазить на пространство другого человека, его не критиковать. И даже с лучшими побуждениями, обычная же критика, она всегда с лучшими побуждениями. Критика, она только для того, чтобы улучшить. Но в итоге эта критика в 99% случаев разрушает отношения и ранит того, кого критикуют. Все, вот мы уже прошли три пути. Значит, в воскресенье с Божьей помощью мы пройдем четвертый путь и пятый путь. Давайте вспоминаем, потому что сейчас здесь не раскаяние, это очень важно. Первый. Нужно быть томим с Богом. Беспорочным. Я не помню, что это. Вчера мы изучали, но для меня, честно, этот путь не открылся. Что такое быть беспорочным и томим. Второй путь мне понятен. Шивися, ошемлено, где томит. Представляй Бога всегда перед тобой. То есть, если ты видишь мироздание и Творца мироздания, и понимаешь, что все это мироздание – это проявление Всевышнего, сама эта идея заполняет большую часть твоего интеллекта, и тогда у тебя, знаете, как солнце, свет, он убирает тьму, то вся эта идея, вот эта идея про Бога, она убирает изнутри тьму и ошибочные мировоззрения. И третья мне понятная идея. В авторе Реха Камоха непонятно, а вот не делай другому того, что не хотел бы, чтобы вы делали тебе, мне более понятная идея. Хорошо, значит, понятно, но от понимания до выполнения – огромный путь. Зато у нас сегодня очень короткий совет из книги «Обретение неба на земле». Очень короткий, но легко выполнять. То есть это именно Лимаасе, как вот можно его услышать и сделать. Значит, говорит нам эта книга от имени Любавичского Рэба через призму восприятия Равина из Канады, который выбрал 365 идеи Рэбы, «Как обрести небо на земле». Сегодня совет простой. Если хотите увидеть лицо Машеха, вот кто хочет увидеть лицо Машеха, да, я думаю, что многим хотелось бы увидеть лицо Машеха и радоваться Машеху, то есть это уже символ того, что наступило божественное присутствие. Знаете, что нужно сделать? Просто посмотрите на детей. Просто посмотрите на детей, и вы увидите лицо Машеха на маленьких-маленьких, хорошеньких детах, которые играются, в которых проявлено божественное присутствие наиболее явно. Кстати, сегодня вот мне только что сказали, у одного Равина, у него внук, вот умер сегодня 7 лет, мальчик, ему пытались его спасти, в Америке делали операцию, потом здесь, в Израиле, и чтобы было Лейлу Нишама, этого мальчика, я не знаю даже, как его зовут, но чтобы его душа поднималась, и в 7 лет он ушел из этого мира в духовный мир. И я могу сказать, что это, когда мы видим вот такие, это тоже проявление Всевышнего, то есть он вышел из этого мира, мы верим, что он ушел в другой мир, что ему там будет очень хорошо, что он еще никогда не грешил, потому что до 13 лет считается, что все, что делается до 13 лет, это делается неосознанно, это не может считаться вообще грехами. А потом интересно, это очень интересная деталь, с 13 до 20 лет, то, что делает человек грехи какие-то, ему это все записывается, подвешивается на нем, но его за это не судят, потому что то, что он делает, это он делает неосознанно, он еще не может осознавать и управлять собой, ну, как это делают взрослые люди. И только с 20 лет, если он продолжает это же делать, тогда это уже ему идет раздача за все предыдущее. А до 20 лет знают, что он еще нар, нар это, ну, как бы, наиверите, нар это трясущийся, то есть подростки, у них еще их модель мира, картина мира, система убеждений, система правил, принципов, она у них еще не устоявшаяся, и даже если он что-то делает, то он может завтра перестать это делать, а послезавтра начать делать что-то другое. И то, что он делает, это не является его, как бы, осознанным решением, а является его попыткой создать мир и осознать, где он в этом мире, какой он в этом мире, как все работает. Вот, поэтому, если мы хотим увидеть лицо Машеха, мы найдем играющих, веселеньких, маленьких деток, посмотрим на них и увидим лицо Машеха. И сегодня очень короткий отрывок в недельной главе Ваилых, это последний день перед смертью Маше Рабейну, и он говорит свою последнюю речь народу Израиля, и он в ней говорит так, что от имени Всевышнего, что когда я приведу вас на землю, о которой я поклялся вашим отцам, землю текущую молоком и медом, и вы будете кушать и насыщаться, и вы дашан тучнеете, да, дашан это как, ну, то есть вы потучнеете, у вас все появится, деньги появятся, все появится, упаней ле ле им ахрим, и повернетесь вы к другим богам, и ва ва дум, и начнете им служить, вы не отцу не начнете меня гневать, говорит Бог, ва фэр эдбрити, и нарушите вы мой завет, представляете, это Машарабен, он говорит последнее наставление, он говорит, и знаю я, и знает Бог, что будет так, что как только у вас все хорошо, вы тут же начинаете служить другим богам, это могут быть, самый главный Бог, которому начинает служить человек, это его эго, его эго это я, я сделал все это, я самый великий, это самый главный идол, которому человек служит, но есть еще и другие разные идолы, от разных измов, коммунизма, социализма, нацизма, и так далее, до служения деньгам, и, ну, то есть, человек начинает, он забывает о творце мироздания, который ему все это дал, как только у него есть что-то, он почему-то думает, что это что-то, оно ему пришло не от Бога, а по каким-то другим причинам, и в этот момент он начинает гневать Всевышнего, и как говорил царь Соломон в Мишле, Лифнейшевер Гаон, перед крушением Вознесения, и, значит, это происходит и в жизни происходил еврейского народа, в жизни отдельных государств, людей, и так далее, и дальше написано, следующий отрывок, Вая, Титимцена, И тогда, как найдут его множество раот, злоключений, значит, вецарот, и беды, значит, то тогда вэанта, ашера, зот, лифанав, и встанет эта песня перед ним, эта песня, которая, которая Тора, да, песня перед ним, Ти лотишках ми пи зоро, потому что никогда не забудется Тора из, у потомства, у потомства, Ти адати, Ти цро, ашер уаса, айом, бетером, авиена, элярец, ашер нишбати, значит, и будет эта песня свидетельством, она не забудется в устах потомства его, ибо знаю я его побуждение, и, значит, то, что он делает ныне, прежде чем я привел его на землю, которой я клялся, значит, и Мушер Абейну, и Всевышний знали суть людей, Мушер Абейну знал от Всевышнего, а Всевышний, он творец мироздания, который знает сущность человека, знает его, он его создал, это проект, он его таким создал, это еще от первого человека, мы знаем, что человек, когда ему Бог дал все, и сказал, это не делай, он именно то, что Бог сказал ему не делать, он это сделал, и это как бы сущность людей, когда все хорошо, когда у тебя все есть, в этот момент, почему-то отходить от Всевышнего, и все. И записал Мушер песню эту, в этот день, и научил ей этой песне сынов Израиля, в это Юшо Абинун, дал он наказ Юшо Абинуну, своему ученику, хазак в Эмец, он ему говорит, будь сильным и крепись, будь сильным и крепись, что ты заведешь сынов Израиля в землю, которую Бог поклялся им, значит, ванухи ей мах, и Бог это, Мушер Абинун передает от Бога, что я буду с тобой, то есть он ему дал наказ, и было, когда закончил он писать, когда закончил он писать, слова Тора эти, и записал он это в книгу до конца, то есть Мушер Абинун перед смертью записал свиток Торы, вложил его туда же, где были скрижали в Ковчег Завета, мы еще дальше будем читать об этом, последнее, что я хотел сегодня сказать, это разница между скрижалями и свитком Торы, там были скрижали, каменные скрижали, на которых выбиты были 10 заповедей, когда буквы выбиты на камне, внутри на камне, то они становятся частью камня, они не являются чем-то от камня отдельным, они внутри камня, то есть буквы и камень, это одно и то же, буквы, которые выбиты на камне, понятно, да, идея, не написаны, а именно как раньше, вот так вот их выбивали на камне, они внутри камня, и они часть камня, они не отдельные от камня, то есть ты смотришь на камень и видишь буквы, а свиток Торы написан чернилами на пергаменте, и пергамент и чернила, это разные вещи, можно их стереть, а буквы на камне ты стереть не можешь, они часть камня, они суть камня, вот точно так же Тора, она бывает для человека, у него есть его какое-то внутреннее, то, что выбито в его подсознании, в его мышлении, и он читает Тору, слушает уроки, но это как на пергаменте, и у него это все сносится очень быстро, а вот если это выбито на нем, да, как вот теперь я понимаю, первый путь раскаяния, это то, что делал Авраам, что значит быть тамим, тие машем элокеха, тамим это, чтобы у тебя слова Торы и вера в Бога были выбиты, это суть твоего, сущность твоя, да, сущность твоего мышления, что моя душа часть Всевышнего, что Всевышний творец мироздания, что Бог, он хозяин мира, что вся эта реальность его, и когда это выбито во мне внутри, мне не надо это думать, мне не надо это вспоминать, мне даже не надо в это верить, потому что это аксиома, которая является моей сутью, вот это вот первый путь к соединению с Богом, то есть главные, основные идеи Торы, да, это что Бог создатель, творец, хозяин мироздания, если это как бы выбить, и нет ничего кроме него, это дает совершенно другой способ жизни, совершенно другой способ жизни, которому нужно стремиться, соединиться со Всевышним максимально, и это счастье, отсутствие волнений, страданий, переживаний, это такое вот просто, это то, что называют на, где-то там на Востоке, сатуре, да, они называют это просветление, вот это настоящее просветление, понять, что Бог, он царь, Бог, творец мироздания, ашем ая, ашем ове, ашем и е, батифара, значит, и Бог был, есть и будет, и тот, кто чувствует свое соединение с Ним, он тоже был, есть и будет, и ничего не меняется, если тело его исчезает, появляется, что-то с ним происходит, есть все, есть только Всевышний, все, удачи, успехов, чтобы Всевышний дал вам, дал, чтобы было все хорошо, знаете, вот просто, чтобы было все хорошо, спокойно, и вера в Бога, что соединение с Богом, это высшая степень хорошо, то есть желают обычно, чтобы Бог выполнил твои желания, но есть в этом случае, есть ты, есть твои желания, и есть Бог, который выполняет, но сейчас я желаю, чтобы вы соединились со Всевышним, и чтобы его желание стало вашим желанием, и тогда ваши желания, Станет его желанием, и в этом соединении будет только-только наполненность такая прям невероятная. Шламут. Шламут это как совершенство. И главное, чтобы был шалом, потому что когда преступники и сумасшедшие, они уничтожают мир и делают так, что мир на грани катастрофы, это ужасно. Это просто жуть и страх, когда один человек ради своей идеи уничтожает мир, это просто страшно. И мы просто наблюдаем сейчас за тем, что происходит. Просто, конечно, давайте молиться все, чтобы быстрее наступил мир, чтобы не было войны, чтобы война моментально закончилась. Не раздувалась дальше, дальше и дальше. А именно, чтобы она просто завершилась максимально. Вот прям максимально быстро. И у Всевышнего, если сейчас это может сделать только Всевышний, потому что то, как оно все продолжается, то нужна какая-то от Всевышнего радикальная мера, чудо, чтобы разжигатели войны исчезли из этого мира. Потому что люди не хотят воевать. То есть, ну, не хотят люди умирать, это факт. Умирать не хотят, убивать не хотят. То есть, не хотят, не надо. Все. Счастливо всем. Шаббат шалом. Чтобы был хороший шаббат.